Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня расскажу о массированном налете беспилотников на Россию, потерях авиации в Бельбеке и Тюменской больнице, из которой уволились все сотрудники скорой. Основные боевые действия на фронте продолжаются в Харьковской области. Фронт стабилизировался, но российские военные смогли немного продвинуться в районе Бугроватки. Идут бои за Волчанск. Пока не совсем ясно, как глубоко смогли прорваться путинские части, но они точно находятся на северной окраине города. Сегодня ночью украинские военные провели массированный налет беспилотников. Под ударом оказались цели в Крыму, Белгородской, Курской областях и Краснодарском крае. Вот это кадры атаки НПЗ в Туапсе. Как видно, ПВО работает. Вы же слышали? Редкие выстрелы. Но это и все. И минимум два дрона ударили по заводу. Сообщают, что пожар локализован и пострадавших нет. В Новороссийске были атакованы две нефтебазы и два портовых терминала. Новороссийский Мазутный, а также импортпищепром. Пострадали нефтебазы в Кирилловке и Грушевая балка. Погибших и раненых нет. В Белгородской области после удара беспилотника горела заправка. Российские власти по их заявлению сбили аж 100 беспилотников. Но либо их было гораздо больше, либо данные явно преувеличены. Как обычно, впрочем. Появились качественные спутниковые снимки аэродрома Бельбек после двух подряд ударов украинских ракет Атакамс. Российские ВКС потеряли два истребителя МиГ-31, которые могли применяться в качестве комплекса в Кинжал. А еще был уничтожен истребитель Су-27 и поврежден МиГ-29. Это довольно чувствительные, пусть и не критические, потери для российской авиации. Ранее там же на аэродроме был уничтожен радар комплекса С-400. Вот он на ваших экранах. В Москве чеченцы окружили отдел полиции, в котором укрывалась сбежавшая из дома 19-летняя Лия Заурбекова. Девушка рассказала, что подвергалась физическому и психологическому давлению со стороны семьи и опасалась за свою жизнь, поэтому сбежала из Чечни в Москву. Родственники девушки подали заявление на розыск, отыскали ли ее. Она вызвала полицию и несколько часов укрывалась в отделении. Чеченцы окружили отдел, требовали пустить их внутрь. По некоторым данным, девушке в итоге удалось покинуть Россию. Советник главы Чечни Адам Делимханов заявил, что взял ситуацию под личный контроль и вернет девушку домой. Также он пригрозил, что виновный будет наказан. Ну а я со своей стороны надеюсь, что у девушки все будет хорошо, она сможет сама распоряжаться своей судьбой и находиться там, где сама хочет, раз она совершеннолетняя. В Госдуме комитет по обороне отклонил законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. По мнению Картополова, такая мера ухудшит комплектование армии. Сейчас право на отсрочку от мобилизации имеют отцы четырех и более детей до 16 лет. И то были случаи, когда и таких на фронт забирали. Вообще властям абсолютно плевать, кого отправлять на войну, они о детях тем более не собираются думать. Тем временем в Москве запретили строить квартиры меньше 28 квадратных метров площадью. Согласно ЖК России, 28 квадратов это минимальная площадь для однокомнатных квартир, а студии вообще не относятся к видам жилых помещений. Многие россияне себе даже крохотную студию позволить не могут, что уж говорить о нормальных квартирах. Но у кого нет проблем с недвижимостью и деньгами, так это у чиновников, конечно. Некоторые умудряются брать взятки размером в 18 миллионов за раз. Как вице-премьер правительства Алтайского края Иван Кибардин. Его задержали с поличным. За что именно ему давали такую сумму, не уточняется. А в Тюменской области из-за нарушения трудовых прав и низких зарплат разом уволились все сотрудники скорой помощи. 16 врачей из областной больницы в Нижней Тавде ушли по собственному желанию после ссоры с главврачом. Ранее они жаловались на переработки, урезание выплат и низкие зарплаты. Ну просто вдумайтесь, медики с огромным стажем и очень важной профессии получали меньше 20 тысяч рублей в месяц. Местные чиновники обещали уладить вопрос, прокуратура начала проверку. Тем временем в телевизоре все стабильно. В развлекательном шоу Поле чудес, легендарном шоу приняли участие военные. Ну не первый раз, конечно, но тут прям необычный случай. Произошел один участник, подарил Якубовичу буквально сбитый дрон. Подарок в студию. Дрон приволок. Напишите, кстати, в комментариях, какое слово там было загадано. Может быть, угадаете правильный вариант. Также ведущему достались бронежилет, каска, модель танка, военный рюкзак, шевроны и боевое знамя. Такие вот теперь развлекательные программы. Сегодня 17 мая и 814 день войны собрали для вас все самое важное. Напоминаю, обязательно поставить лайк, комментарий тоже пишите обязательно. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас на патреоне популярной политики. Вот их ники сейчас на экране. Присоединяйтесь к этим замечательным людям. Ссылка под видео. Завтра увидимся в передаче «Военное положение». Спасибо.